У нас тоннельный взгляд, тоннельное восприятие, тоннельное зрение и так далее. То есть у нас денег на все не хватает, и мы только один кредит оплачиваем. Хилые, ленивые, бесчувственные и сухие. Все понятно. Главная задача мужчины – это выжить. Правда, я честно не помню откуда. Я, к сожалению, ничему не учу. Добрый день, друзья. Мы рады приветствовать вам сегодня психолога-практика Алексея Васильевича Капранова, который, наверное, больше знаменит по России и там вот еще в разных русскоязычных странах, ну там Америка и так далее, всякие разные, чем в Барнауле. В Барнауле, кстати, он очень малоизвестен, но тем не менее большую часть людей, которых он начинал консультировать, они были именно с Барнаула, а сейчас приходится ездить по всяким Москвам, Питерам и прочим городам для того, чтобы проводить там больше мероприятий. Хотя Алексей Васильевич по скайпу проводит консультации для всего мира, для русскоговорящего населения. Вот. У Алексея опыт психологического консультирования небольшой, лет 25 консультативный опыт, 10 лет в центре занятости города Романово-Алтайска, а начал, кстати, там, два с лишним года в центре реабилитации для наркоманов, потом перешел еще на более легкую работу, в кавычках, в центре реабилитации воинов-интернационалистов и уже сколько, 20 лет, да? Ну, да. И уже, наверное, лет 20 в краевом кризисном центре для мужчин, здесь, в нашем Алтайском. Ну, вот, собственно говоря, и все. И сейчас уже года три это вот активно гастролирует по России пока и к ближнему нашему СНГшему зарубежью. Да, ну, хорошо, тогда еще так пару слов. Вот Антон дядьки и так далее. Вот из-за них нечаянно стал знаменитым в интернетной среде. Они там взяли и выложили ролик про женскую логику, который там чуть-чуть больше пяти миллионов просмотров. Пять с половиной. Вот. И там очень интересно за, против, за, против, за, против. Ну, короче, когда меня спрашивают, а ты, говорит, не зазвездился, я говорю, там не дадут. Там очень хорошо, сколько за, столько же и против. И поэтому я, когда меня спрашивают, чему ты учишь, я говорю, я, к сожалению, ничему не учу. Я рассказываю всего лишь навсего свое мнение, как я что-то понял. А там, смотрите сами, в отличие от всех нормальных и правильных психотерапевтов, я действительно ничему не учу. Я только рассказываю, ну, свой взгляд на те или иные проблемы. Если вам это будет интересно, слушайте, не будет интересно, слава богу, здесь дверей нет. Так тихонечко встали и ушли. И я даже не обижусь. Это я первый раз, когда посмотрел, что с моих лекций начали уходить, я первый раз расстроился. А потом понял, как хорошо, что они ушли. Ну, в смысле, для них хорошо. Потому что я, когда рассказываю, что я работаю сволочью, если кто-то не залазил в интернет, там на моем сайте, вот это он его ведет. Я вообще самый большой лентяй. Вон те снимают, этот ведет, этот устраивает все мои поездки. А я, короче, просто такой тут балабол задушевник, вот. Не знаю, за что деньги получаю. Так. Но, тем не менее. То есть, я буду рассказывать, как мне кажется, а вы как хотите. И сразу предупреждаю, как и на сайте предупреждаю, так и сейчас. Я работаю сволочью. Главная моя задача – сволочь с правильного пути. То есть, у меня любимая метафора, что человек – это машина, за рулем которой сидит наше я. Вот медики чинят машину. Там всякое разное. Есть гуру. Как приятно видеть, блин, знакомые лица. Прям радостно. Так вот, где говорят, где светлое будущее, я не знаю. Я не знаю, как жить. Поэтому у меня будет сегодня в основном все для вас. Поэтому я буду вести так, как вы захотите. То есть, я постараюсь рассказать для вас. Была заявленная тема семьеведения. Ну, по семьеведению можно говорить. У нас с Пашей три тренинга по три дня. Первый тренинг – это она ему встретилась, он ей попался. Так вот. Первое, что я работаю сволочью, сволакиваю с правильного пути. А второе, я все время говорю, что мои знания, они напоминают дрожжи. Это есть такая старая деревенская месть. Самые вредные старухи как-то так вот ночером бросали пачечку дрожжей в сортир. И к обеду выполнялись три полезных вещи. Нет, мне не работает все равно. То есть, чистилась вся выгребная яма, там вместе с пеной все уходило. Удобрялся огород. Ну, правда, на будущий год. В этом году там ловить нечего было. И третье, вредная старуха становилась доброй бабушкой. О, заработала. Ура. Так вот, вот эти знания, когда попали в мою голову, я понял, что в ней было. Сейчас я, не знаю, микрофон передаст или не передаст этот звук. Вот, теперь понятно, да, что там было. Вот с пеной все ушло. И поэтому те люди, которые уходят и не соглашаются меня слушать, я понимаю, что это очень опасно, если человек неподготовленный. Поэтому, если человеку неподготовленному дать пищу, которую вот маленькому ребенку дать пищу, может быть заворот кишок. А если вот человеку неподготовленному дать эти знания, то может быть заворот мозгов. Поэтому, когда люди от меня уходят, я понял, что кому-то повезло. Если вы себя не обижаетесь, вы обижаетесь сильно. Я? Да. Когда люди уходят. Первый раз я испугался. Я подумал, что мне это... Сейчас нет. Поэтому я говорю... Нет. Хорошо. Я просто говорю, чтобы люди не стеснялись и могли уходить. Я вот про что. Я для людей. Для меня-то, ладно, мне жена сказала, придет тебе 5-7 человек. Я говорю, посидим тесным кружком. Все. Мне не страшно. Мне как раз тяжело, когда вот так всех видеть. Гораздо тяжелее. А так, в принципе, более того, для меня сейчас большая трудность. Потому что есть люди, которые весь мой семинар слышали. Это есть семинар 33. А есть люди, которые меня видят в первый раз. И вот есть такой момент. Сейчас еще скажу. И потом передам слово Паше. Такой хороший анекдот. В Индии вышел десятитомник кое-что о слонах. А в Германии вышла брошюрка 20 листов. Все о слонах. Вот у меня сейчас очень скромная задача. Все о слонах. Из десятитомника кое-что о слонах. Ну, а пока вот сейчас передам слово главному моему администратору Павлу Сякову. Сейчас вы его послушайте. Я попью и потом начнем работать. Ну, я хотел бы сказать, как на всех этих городе язву принято, о нашем спонсоре. Благодаря компании от Мельник мы здесь собрались сегодня. И мы имеем возможность посмотреть и послушать нашего психолога и попробовать продукты от Мельника, которые будут раздавать местные девочки и мальчики. Ну, и все. В общем-то. Да, поэтому огромное спасибо Мельнику за то, что вы меня видите. А то на меня жалуются, что тебя не застанешь в Барнауле. Ну, как-то сейчас уже, ну, простите, бесплатных лекций практически не веду. Ну, так иногда, но это редко, очень-очень-очень редко. Вот. И теперь, что, в каком формате будем работать? Я потихонечку расскажу, как я представляю тему МЖО. Если кому-то интересно, говорят, что сейчас я в издательстве уже все написал, все сделали. И где-то в августе-сентябре должна выйти моя книжка на тему МЖО. Но они еще не придумали название. Но у меня с книгами тяжело. Вот. Но заставили сначала первую книжку написать. Вот. А потом вторую. Вот вторую тоже написал. Жена спрашивает, когда же она наконец-то выйдет. Я говорю, не знаю. Я сделал все, что от меня зависит. Все. Дальше ловите. По интернету там ищите, смотрите. Что еще по своим творческим планам? Ну, сейчас уезжаю через три дня в Горный Алтай. Поедем как раз с Пашей повезем тренинг «Кто я?». Это у нас уже такая традиция. Понять, вот заглянуть в себя, познакомиться и хотя бы понять, кто я. Ну, так, чуть-чуть познакомиться. Потому что я – это микрокосмос. И туда заглядывать там можно сколько угодно, долго и так далее. В отличие от психотерапевтов, я, к сожалению, не даю таких вот рабочих техник. И никогда не отвечаю на вопрос, что делать. Никогда. Я не знаю. Я, правда, не знаю, что делать. Я рассказываю только про те грабли, на которых успел сплясать. И даю те упражнения, которые мне помогли выжить. Потому что, ну, у меня уже бонусная программа. Я несколько раз уже зависал над… Но как-то сказали, нет, рановато будет. И из реанимации выдергивали, заставляли снова жить. Поэтому живу, общаюсь, как смогу, чем смогу быть полезен. Итак, вопросы, если появляются, приветствуются. Потому что я работаю для вас. Мне, у меня вот такое иногда ощущение. Мне кажется, что я уже все сказал. А что еще говорить, я не знаю. И мне кажется, что все уже все могли узнать, прочитать, услышать и так далее. Более того, когда заглядываю в интернет, там вообще все написано. Но как-то люди почему-то слушают, спрашивают. Я за всеми четырьмя. Итак, если тема семьеведения всех устраивает, давайте так вот сделаем. Тогда я работаю. И по ходу дела, к сожалению, я человек с вредными привычками. Поэтому там ковр-надцать плюс. И поэтому через полтора часа максимум я все равно прервусь. Потому что здесь как-то курить некрасиво. Я вон туда отойду, покурю. И потом мы снова здесь встретимся. И дам возможность узнать, где у нас душа находится. Это сейчас. Это те, кто меня знает, уже заулыбались. Потому что я все время, когда рассказываю, мне говорят, вот ты говоришь о душе. Я говорю, я не упоминаю. Я не очень-то говорю, но упоминаю. И сейчас хочу сначала ввести, ну скажем, свою систему координат. А потом уже мы... Вот такой я молодец. Итак, я не буду давать таких вот супер каких-то знаний и так далее. Я хочу, чтобы вы просто задумались. Просто задумались. И я, хоть и похож на священника, и фамилия у меня такая же. Меня все время спрашивают. А вы батюшка? Я говорю, нет. Слава Богу. А когда меня крестил Капранов, это было вообще так забавно. Я такой мужик серьезный. Как это символично. Капранов крестит Капранов. Он такой. Хохотнул там все. И я, когда начал вот это все работать, я еще честно скажу, получил. Прям попросил. А дайте мне, пожалуйста, благословение на работу психологии. И потому что я тогда изучал магию. И тогда было, ну честно скажем, вздляво. Вот туда лезть. И я покрестился на всякий случай, чтобы как-то трое на страховке стояли, отец, сын и святой дух. И вот когда я туда попал лес, и понял, что ну его нафиг, обратно вылез. Нет. И больше я в магию не лезу. Но изучить надо было. И свою систему координат, я не священник, говорю, что мне не обязательно верить. Я бы рекомендовал слушать все, что я рассказываю, в системе допустим. Ну, допустим. Мало ли что он там будет гнать, с недосыпу, с перепою и так далее. Нет, я трезвый. И даже не перепил. Честное слово. Или даже вчера вообще ни капли в рот никуда. Все по-честному. Итак, система координат, в которой я учусь рассуждать, а потом уже все остальное. Итак, все живое подчинено одному единственному, самому главному закону. Это увернуться от опасного в сторону полезного. Это в идеале. Потому что это я так нарисовал на одной прямой. На самом деле нет. У нас совершенно две разных мотивации. У нас мотивация избегания и мотивация достижения. Вы это будете сейчас отходить оттуда. Я вот так, да? Если ничего, что я тут пока загораживаю вот это. Я понимаю, но мы уже сфотографировались. Вы все запомнили, что это мельник, да? Я уже могу здесь подальше от колонки, чтобы не фамило и не свистило. Так вот, это до мозгов. У амебы там, говорят, что нет мозгов. Там всего одна клетка. Вот где-то у нее в этой клетке записано, что соленая вода опасна. Она от нее как-то там перебирается. И солнечный свет полезнее, чем темнота. Она тоже к нему перебирается. И чем выше организм, тем больше критериев опасности и полезности. Мы находимся, как говорят, во главе пищевой цепочки. И у нас столько всего опасного и столько всего полезного, что это в ДНК не умещается. Поэтому у нас ДНК короче, чем у мыши. Но нам дали центр удовольствия и центр неудовольствия. Когда наступает какая-то опасность, по-русски называется беда, у нас срабатывает центр неудовольствия, выделяются гормоны стресса, там с надпочечников адреналин, со щитовидки, что-то там еще. Мы переходим в боевое положение и готовы. Мобилизация организма. Вот когда мы с бедой справились, после беды наступает по бедам. Ой, по-беда. То есть победа. Включается центр удовольствия, выделяются гормоны стресса, ой, гормоны радости, и все, что мы сделали, обводится в рамочку, записывается как полезные навыки. Это у нас потом проверяется, перепроверяется, укладывается в ДНК и передается по роду. Ну, то есть наша порода. С этим пока понятно? То есть все нормально. На языке тела раз уж я сказал, что у нас есть автомобиль, за рулем которого мы сидим, тело. Первый сигнал опасности для тела – это боль. Боль нам действительно необходима. И боль нам дает сигнал, будь осторожен, тело разрушается. И мы отдергиваем руку, там что-то делает. и прогноз опасности называется страх. То есть не боятся только дураки и маленькие дети. Мне достаточно один раз в табуретке упасть, чтобы предположить, что с пятого этажа, наверное, будет больнее. Ну, ни один из нас не падал с пятого этажа, те, которые падали, не могли рассказать. С этим понятно, да? Но прогнозирование у нас есть. Когда-то для молодежи я вел эту лекцию, и вожатые спросили, вы что, хотите сказать, что у нас все от страха? Я сказал, у меня только 80% поступков от страха, а остальные 50% от страха. Они говорят, с 30% я говорю, то, что мы не успеваем сделать от страха. Хотя, конечно, у нас существует два стимула, кнут и пряник. Вспомнили, да? Ничего нового не придумано и так далее. Но пряник, каким бы он вкусным ни был, кнут всегда бодрее, чем пряник. Это когда меня спрашивают, с чего ты взял и так далее. Я говорю, если я вам предложил работу за миллион долларов, вы начнете задавать слишком много вопросов, вещах, где подвох и так далее и тому подобное. Но если я достану пистолет, передерну затвор и скажу, ну, да, сутки на один вопрос, когда начинать. То есть, кнут всегда бодрее, поэтому я так много времени уделяю именно кнуту, а не прянику. С пряником, конечно, хорошо и так далее. И вот, когда меня спрашивают на тему выбора, как выбирать, вот это, 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 я все время рассказываю, мы выбираем не по плюсам, которые нам хочется, мы выбираем по минусам, которые мы согласны терпеть. С этим понятно? Это так, забегая вперед, именно будущее. Так вот, еще поговаривают, что кроме тела у нас есть душа. Слышали про это? Вот, все время меня и спрашивают про душу. Я не знаю, я никогда не видел душу. Я не знаю, я даже не видел ни одного человека, который бы видел душу. Но, я точно знаю, где она находится. Ну, опосредованно высчитал. Нет. Под ночевым пузырем. Вот на перерыве вы сходите в туалет и поймете, что на душе стало легче. Это значит, мочевой пузырь дарил на душу. Вот я, я выяснил это. Потом, поэтому понятно, там, душа с душой говорит, душевная беседа, душевная посидели, думали, ну, не знаю, короче, с душой теперь все понятно, да? но это все шутки шутками, но тем не менее, я точно так же не видел ни одного человека, который бы хоть раз не испытал боль души. А вот боль души у нас называется вина. И это, наверное, самое такое тяжелое, самая тяжелая ноша. Все суициды, алкоголизация, наркотизация, все идет от чувства вины, потому что, как при боли, при чувстве вины блокируется центр удовольствия и перестает выделяться гормоны радости. Когда я начинал работать с наркоманами, я как раз подошел именно с этой стороны. Я не понравился начальству. Ну, бывает такое иногда. Но зато мы дали лучшие результаты по России. И я когда понял, что из-за того, что у человека очень много чувства вины, у него не выделяются собственные наркотики, а раз не выделяются собственные наркотики, приходится брать их снаружи. А раз они их берут снаружи просто преступным путем, чувства вины удваиваются, утраиваются и так далее, и получается замкнутый круг, и все получается еще хуже. И когда я пошел, с другой стороны зашел, мы дали лучший результат, но нам как-то сказали, хватит работать в наркологии. Вот. И когда я, мы приехали, нас вызвали в Москву, потому что, ну, когда-то существовала такая фраза, слышали, наверное, бывших наркоманов не бывает. Слышали? Вот я доказал, что они бывают. И когда люди уже видели бывших наркоманов, это, ну, для меня это здорово. И у нас в наркологии было, если ты помог хотя бы одному человеку выйти с того света, ты жизнь свою прожил не зря. Ну, я понял, что я где-то уже наверстал, где-то, ну, за 5-10 жизней. Вот около десятка человек благодаря этим знаниям слезли с иглы, и это люди были с 8-10 летними стажами. То есть, опиатной наркоманией. Но, к сожалению, в наркологии работать очень тяжело. Я ушел и распрощался с этим, и когда меня сейчас иногда звонят и просят поработать, я говорю, не, ребята, я в одного не потяну. Там была хорошая команда и так далее. Но на них я все осознал, все опробовал. И когда пошел в свободное плавание, моя начальница сказала, куда ты идешь? Я говорю, когда я понял, что все мои алкоголики и наркоманы, это я тоже доказываю, это вот если посмотрите, есть мой базовый цикл, он лежит в интернете, это как раз вот ребята жизнелюбые его сняли, прям все 33, почему это было 11 занятий по 3 часа. Ну, получилось не 11, а 14 занятий, да, по-моему, Игорь? Вот, то есть, вот тут поподробнее, тут поподробнее, тут поподробнее, и дальше пошло еще нырнули глубже, как то, что мы назвали психодайвинг, и потихонечку кое-что о слонах. А дальше из этого кое-что о слонах я выдергиваю, так вот, в 33 на тему МЖО мужчина-женщина у меня всего 6 часов, вот, а семинар 12, а тренингов 3 дня по 3, ну, вот, я не знаю, как это сейчас попытаюсь, чуть-чуть, чуть-чуть, так вот, есть еще один интересный момент, когда я только начинал вот эту работу, я не знал, с чего начать, или как Архимед сказал, дайте мне точку опоры, я переверну мир. И для меня точкой опоры было понятие гнев. И я тогда заметил, что чем больше ты злишься, тем хуже у тебя получается жизнь, тем больше у тебя получается и психосоматических заболеваний, потому что там как-то организм плохо реагирует на гнев, и у тебя начинается невезуха, потому что оказывается, вот там есть еще одни законы, ты в них можешь верить, можешь не верить, но они работают вне зависимости, как вот закон всемирного тяготения, ему глубоко плевать, верите вы в него или нет. С крыши, что знающий, что не знающий, падают одинаково. Но только тот, который верит в закон всемирного тяготения и знает, как падать, он там под что-то подложит, как-то упадет и безопасно и выживет, называется каскадерой. Вот, а если меня сбросить, то, собственно, проще закрасить, чем отскрести потом. Поэтому вот момент, я понял, что они есть, эти законы, более того, я когда-то раньше не верил ни во что, в это, более того, потом вляпался, я был сильно, наверное, упертый и где-то лет в 30 я вляпался в яснознание и два месяца прожил в этом состоянии. Это было очень ужасно, я знал наперед все, что случится. Это было очень страшно и самое страшное, что я не мог это изменить. И я тогда вляпался в то, что я расстроился вплоть до того, что я так говорю, что жизнь – это фатализм, все, что написано, уже все, чему быть, того не избежать. А потом понял, что кое-что мы изменить можем. И вот тогда снова встретил эту интересную фразу Берна. Человеку, чтобы быть счастливым, надо не конфликтовать с тремя уровнями сил. С самим собой, с другими, такими же, как я, и с миром в целом. То есть, не нарушать вот те законы. И вот это вот мое внутреннее я, наша мораль, правила общежития. Мы как-то договорились жить вместе, и они необходимы, эти правила, потому что, если не будет правил дорожного движения, будет коллапс в городе. Точно так же и у нас должны быть какие-то правила, должны быть какие-то сценарии и так далее. Ну и не стоит избегать вот тех правил, которые называются нравственность. Что такое нравственность? Не путать с моралью. Мораль – это правило общежития, а нравственность – это развитие нрава. Нрав – это характер. Нрав может быть крутой, кроткий, там, какой угодно. Так вот, развитие характера – это развитие нравственности, смотря в какую сторону. А как раз мораль – это правила поведения в этом обществе. Так вот, правила поведения, к сожалению, очень быстро меняются, а нравственность сохраняется. И вот, когда я начал изучать тему мужчин и женщин, я понял, что немножечко для мужчин и женщин нравственность – это разное. так вот, для мужчин нравственность – это приоритетное. Мужчины нарабатывают нравственность и являются носителями нравственности. А вот женщины являются селекционерами нравственности. Они смотрят, чем мы и как наработаем. И потом я сразу удивился, сколько мифов у нас в морали в отличие от нравственности. потому что по морали это мы, мужчины, выбираем женщин. И каково же было мое удивление, когда я понял, что да, мы выбираем, но только из тех, кто нас уже выбрал. Это женщины выбирают, мужчины. А мужчины потом так по чуть-чуть выбирают женщин. Я сейчас отдельный листочек прям тему МЖО быстренько так скорректирую. чтобы нам успеть до первого перерыва и чтобы у вас успели появиться вопросы. То есть, вот если стандарт, помните, да, у нас есть какой-то там думательный орган из двух полушарий, ну, некоторые все-таки думают мозгом, но тоже вот два полушария. и помните, мы проходили, да, правое полушарие у нас является воспринимающим, а левое моделирующим создает модель этого мира или то, что называется оцифровываем. И все, что мы видим, правое полушарие у нас более древнее, оно у нас так, как у всех животных. И первая, главная задача, или там в психологии вы могли слышать где-то там красивое слово гештальт. И это первая обязанность ребенка, который рождается, первая, самая главная задача его научиться выделять какую-то фигуру, все остальное становится фоном. С этим пока понятно? И когда ребенок это научился выделять, особенно полезное для себя, у педиатров первый вопрос, ваш ребенок вас начал узнавать? То есть, из всего калейдоскопа он раз увидел, я ее знаю, сейчас цицку даст, вот это классно. Вот, и сразу сработал центр удовольствия, выделился, все, и мы начинаем учимся. Единственное, чем мы еще отличаемся от всех остальных животных, у нас есть вторая сигнальная система слова. И мне понравилось из всех определений человека одно определение, потому что там древние очень много определений давали, двуногая без перьев, общипанного петуха подсунули, и так далее. Нет, мне понравилось из всех определений. Человек это единственное существо на земле, творящее символы. Символы, вот любое слово есть символ, оно никаким местом не напоминает яблоко. Но, говоря слова, мы передаем определенную информацию. и эта информация, вот есть еще одно такое направление в психологии с красивым названием бихевиоризм. Мне прям понравилось. Вот сейчас я вас не буду пугать терминами, не люблю их сам. Бихевиоризм это стимул реакции, стимул реакции. Помните Павлова? Собачки Павлова, вот-вот-вот-вот. И когда его спросили, а какой самый сильный стимул для человека? Он сказал слово. Поэтому слово очень много значит. Очень много значит. Более того, некоторые говорят, что там управлять человеком. Да не обязательно управлять, но воздействовать на человека словами очень просто и можно. И мне понравилась фраза, что у нас желудок умнее мозга. Потому что желудок что-то может от себя отторгнуть. А вот с мозгом у нас это не получается. Все туда. И вот для того, чтобы понять, как на нас это все действует, потому что мозгом мы срыгнуть не можем. Поэтому мы выработали самое главное качество вообще не слышать и вообще не верить. Вот почему я вам сказал хотя бы частичку того, что я рассказываю, допустить до себя. Помните, допустим. Вот. Так вот, пойдем дальше. И весь этот мир мы воспринимаем. У нас спектр восприятия узкий, в отличие от животных. Животные лучше нас слышат, нюхают, видят. Сова в 400 раз лучше нас видят и так далее. То есть, а мы как-то так урезали. И наш спектр называется от ультра до инфра. Да? Ультра звук, инфра звук, ультра фиолетовые, инфра красные и так далее. Вот это наш маленький спектр восприятия. Те, которые чувствуют еще лучше, чем обыкновенные люди называются, если восприятие это сенс, то экстрасенс. Ну, то есть, суперчувствующий. С этим понятно? Я не экстрасенс, вообще, тормозной, блин, деревянный. Буратибрг. Вот. Мне пришлось несколько лет проработать с целителем, и он очень удивлялся. Ну, вот ты чего, вот так не чувствуешь? А вот так? Нет. Ну, то есть, даже закончил начальную высшую школу по биоэнергетике, все равно нифига не чувствую. Они говорят, у тебя вот самого такая энергетика, ты бы мог лечить. Я говорю, вы пойдете на операцию к слепому хирургу? Нет? Поэтому я отказался от воздействия биоэнергетики? Нет, я так нежно рассказываю то, что понял. Поэтому ну его нафиг, я не лезу, я не могу диагностировать, поэтому боюсь быть слепым хирургом. Но когда вот это все изучал, я понял, что мужчины и женщины по-разному воспринимают этот мир. Ну, вот сейчас так замануху скажу. Когда-то в школе мы проходили корпускулярную модель атома. Красивое, да, название? И все сразу вспоминаем и понимаем, что мы ее проходили. Мы не изучали, а проходили. Ну, я сейчас напомню, корпускулярная частица и мы все действительно изучали, чтобы был какой-то вот этот плюс, а вокруг него носится какой-то минус. Было такое? Ну, модель Бора. Вот. И когда вот на это я посмотрел, что вроде бы все понятно, вот эта частица, вот эта частица, но когда начинают эти частицы изучать отдельно, они себя ведут очень мерзопакостно. Даже электроны. Он может вести себя действительно как частица, можно проследить его траекторию, измерить скорость, все, прям все здорово. Но если выстрелить через одну щель, и он прям все нормально, а вот если выстрелить через две, он оказывается через две щели проходит и еще друг на друга накладывается, называется интерференция. Учителя там этого сами объяснить не могли, поэтому мне пришлось это потом снова изучать. и я понял, что вот этот гадкий ведет себя и как частица, и как волна. Но что такое волна нам не могли объяснить. И я для себя какую-то аналогию искал и понял, что это вот как шаровая молния. Она может быть как отдельная частица, как мячик, когда рассказывают о ней, она вот здесь проплыла, вот сюда, вот, а потом как жахнула и через все окна вышла. Вот это вот тоже вот такой вот сгусток энергии. А потом я посмотрела в принципе весь этот мир состоит из этих сгустков энергии. Вот это из электронов, вот это там, вот это, вот это. Вот тут налит электроны. Только чем они отличаются? Отличаются той информацией, по которой они сложены. Если их вот так сложить, то будет H2O, если их по-другому сложить, то будет еще какой-то пластик, там еще. То есть есть энергия сложенная по определенной информации. И тогда я понял, что в мире кроме энергии и информации это в принципе ничего нет. И весь мир состоит из энергии и информации. Я понятно объясню? Это мои взгляды были. И вот когда я понял, что женщинам отдали всю энергетическую составляющую, а мужикам, чтобы служба медом не казалась, им энергетики не додали и сказали выживайте. И мы начали выживать, за счет чего? Накапливать информацию. Поэтому вот это не значит, что мы умнее или не умнее, мы просто другие. И я когда посмотрел при вот этом восприятии мира, то есть вот если взять, что здесь информация в основном, а здесь энергетическая составляющая, то у мужиков как-то вот так накоплено и все меньше энергии. А вот у тетеньков вот все больше энергии и вот как-то вот. А в целом мы похожи. Поэтому женщины более тонко чувствующие и про нас говорят, как мне жена говорят, у вас эмоциональный диапазон как у зубочистки. Ну, где-то тут. И вот поэтому в женщине как в кошке девять жизней там и так далее и тому подобное. А вот с мужиками как-то там напряг. И говорят вы мужики вы ограниченные. Говорят, я ее спрашиваю чем? Логикой. Так вот мы действительно ограниченные логикой. Что такое логика? Логика это построение причинно-следственных связей. И мужская логика все-таки резко отличается от женской. Причем что хорошо, женщины могут пользоваться мужской логикой? Могут не пользоваться. А мужики не могут. Они просто тупо в ней живут. И вот тут с одной стороны это ужасно, с другой стороны это прикольно. У нас хотя бы понятно, почему нам пришлось накапливать эту логику, потому что у нас нет запаса жизненных сил. Это в женщине как в кошке девять жизней, а нам так рисковать не надо, поэтому нам желательно выучить все опасное и как постараться как можно реже это повторять как можно реже. Поэтому вот если я скажу, что вот тут кабель его трогать нельзя, 380 может убить. Мужчины начнут спрашивать информацию, кого убило, почему здесь 380. То есть собирать информацию. Женщины скажут, это вас убьет меня. Что они сказали? Тебе только что сказали. плохо сказали. как-то так. И мы действительно по-разному изучаем этот мир. Просто по-разному. Поэтому когда я посмотрел, что такое энергия, я когда-то уже сказал, что я работал с целителем, и он меня затащил на школу. Это было энеологи, да, биоэнергетика, как раньше называлось, я сижу дебил дебилом, я ничего не понимаю, у них какие-то чакры оттопыриваются, хвосты обрубаются, они какие-то эгрегоры, лярвы, я таких слов-то не знал. Я сижу, они сидят, все колдуют, я может я уйду, они говорят, не надо, сиди, хотя бы оздоравливаешься, думал, ладно, посижу, и вот они какую-то энергетику, я вообще ничего не знаю, я чувствовал таким дебилом, причем они что-то рассказывают, они рассказывают законы какие-то, как они работают, а я ничего не понимаю, для меня было ужасно, я сидел, потому что деньги-то я уже заплатил, чем хорошо платное образование, заплатил деньги, слушаешь, вот хоть что-то взять полезное, и потом я для себя понял, я выделил, что такое энергетика, и я понял, что энергия, вот это биоэнергия, на что она похожа, больше всего все законы биоэнергии для меня объяснились после того, как я понял, что энергетика похожа на деньги, и все законы денег объясняют законы энергетики, фу, так же мне стало легко, я понял, как это теперь работает, я начал это объяснять, я начал работать, и мне из 40 человек нам дали диплом маневолога, одному из них нет, один из них нет, сейчас, я спросил тогда, она ввела доктора медицинских наук, Трофимова Людмила Ивановна, и я спросил, слушайте, а я-то какой целитель, она говорит, ты главный целитель, не понял, почему, она говорит, вот есть твердое тело, так, ну, вот есть какое-то там еще там, вот энергетическое тело, я говорю, вот они все работают на его, а вот есть ментальное тело, от которого зависит энергетическое, там, вот это эфирное, твердое, плотное, и так далее, так вот, ты меняешь ментальное, все остальное меняется само, ты, целитель, и я прям даже погордился, но сразу потом, сразу испугался, потому что ответственность резко стала больше, я такой, блин, и вот так вот боишься, думаешь, что-нибудь сморозишь, как-нибудь изменишь какое-нибудь тело, ну ладно, так вот, теперь, для справок, что такое энергетика, наша, прежде всего, энергетика, это, ну, запас жизненных сил, с этим понятно, у всех понятно, поэтому, вот, запас жизненной силы, поэтому, как болеют мужчины, как болеют женщины, да, у женщин 37,3, субфибрильная температура, самая ужасная, она, что-то мне не здоровится, по рынку пробежалась, там все закупила, домой пришла, там все, у мужа 37,3, труп, и все думают, вот, вы мужики, просто жалуетесь, вы, а, 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 нежные, балованные, но, оказывается, в медицине, если одинаково плохое состояние у мужчины и у женщины, медики кидаются спасать мужчин, потому что мужчина быстрее умрет, самое удивительное, и я удивился еще тому, что запас жизненных сил у мальчиков и у девочек совершенно разный, это когда у меня рождался второй сын, то акушер-гинеколог, врач-мужик, он сказал, ну все, пацан сутки прожил, жить будет, я говорю, что значит, ну, для пацанов есть такое правило, неписанное, знают все, что если мальчишка, он должен прожить первые сутки, я говорю, интересно, если девчонка, девка родилась, уже не утопишь, это не я придумал, это у них неписанные законы, то есть, более того, и потом, когда я начал так наблюдать потихонечку, особенно, когда развелась теория феминизма, что надо женщин спасать, я начал смотреть, кого надо спасать и когда, и понял, что бедные мужики, вот кого действительно надо спасать, потому что, во-первых, ну, при рождении кого гибнет больше? Мальчиков. Второе, вот эти сутки. Третье, есть такое синдром внезапной смерти, слышали про это? Когда ребенок, ничем не болея, может умереть во сне, в первый год своей жизни. 80% угадайте, Мальчиков. Более того, дальше нас начинают воспитывать якобы одинаково, по-женски. В детском саду нас кто воспитывает? Тет-сеньки. В школе нас кто воспитывает? Тет-сеньки. Некоторым повезло пойти в армию. Это вообще какое-то... В армии всего три порчи. Там от сапог портятся ноги, от еды желудок, а от армии голова. Вот, это вроде бы дяденьки, но ну его нафиг таких дяденьков. Потом приходим и начальство снова тетеньки. Я вообще умудряюсь, как у нас мужики выживают. Просто. И когда я начал спасать мужиков в кризисном центре для мужчин, я наконец-то узнал, что обозначает фамилия Капранов, когда появился интернет. то есть я работаю немножко раньше интернета. И вообще сейчас я сейчас похвастаюсь, я работаю в своем будущем. Когда-то в моем детстве разговор по видеотелефону был фантастикой. Сейчас это моя основная работа по Скайпу. А так я сейчас вообще живу в своем будущем. Это здорово, в фантастике я успел. Так вот, когда еще раньше до интернета я не знал, откуда происходит фамилия Капранов, а потом пошла такая программка, я забил свою фамилию, они говорят, Капран мужик. И приводится такая поговорка, все Капраны сняли кафтаны, один Капран не снял кафтан. Загадка. Это там сосна или я такой, опа, в мужском кризисном центре фамилия мужиков нормально пойдет. И я так успокоился, и все, и теперь всем хвастаюсь, что у меня фамилия в переводе с русского защитить. Причем защитить не от женщин. Вот теперь вот это самое главное, я хочу, чтобы вы это услышали. Потому что сейчас очень опасное время, и сейчас есть такая шикарная фраза, знаете, разделяй и властвуй. Чтобы управлять, желательно разделить. Так вот нас действительно взяли и разделили. И мы сейчас даже не соперничаем, даже не соревнуемся, а сейчас то, что называется гендерная война. Мужчины и женщины начали воевать. И если опять же залезть куча мужененавистников, сайтов, которые вот там мужики-козлы, так есть сайты мускулисты, которые там вот бабы-твари и так далее. И как-то мне пришлось благодаря Паше, вот ему особая благодарность встретиться как раз с теми блогерами, с которыми которые вот за права мужчин. И я говорю, знаете, у меня главная задача не победить, и никто победит, а помирить мужчин и женщин и понять, что мы просто необходимы друг другу. И вот это очень важно. Итак, во-первых, жизненные силы и как ни крути, у каждого свои даже жизненные задачи. и так для того, чтобы понять, что такое энергетика и легче всего прочувствовать, энергетика это наши желания. С этим понятно? Желания, направленные в какую-то цель, называются чувства. И чувства, проявленные наружу, называются эмоцией. Именно в такой последовательности. Потому что, как говорила мне моя психолога, за что я тебя люблю, Капарану, за то, что ты в психологию зашел с черного входа. Но когда заходишь в психологию из черного входа, а не по учебному процессу, тебе приходится читать не те учебники, которые предназначены по учебному процессу, а те учебники, которые тебе что-либо объяснят. А когда я начал читать про мотивационную сферу, какой учебник не открываешь, там все по-разному. Одни сначала, что это эмоции, эмоциональная сфера, а потом все это остальное, потом еще. И я не мог в этом вообще никак разобраться. Я правда не мог. И только в одном учебнике, вот в этом направлении было все предложено. И я проверил, потому что я все время говорю, верьте, если уж собираетесь верить, проверяйте и верьте жизненному опыту. И я посмотрел, что да, желания, у меня еще бывает, но вот объяснить, более того, вот у нас в Советском Союзе нельзя было задумываться, какие у нас чувства. потому что у нас было всего два вопроса, которые были запрещены. Я сейчас не помню, честное слово. Давайте так, я сейчас сразу отвечу, почему. Когда ты учишься в университете, ты ведешь библиографию. Вот когда на диплом готовишься, ты там записываешь все. А когда ты с 14 лет начал изучать психологию, тебе пофиг. ты просто читаешь то, что поймал. Нашел, прочитал, нашел, прочитал. Я запомнил первую книгу, с которой у меня началось. Это Добрович «Общение, наука и искусство». Это шикарнейшая книжка. Поэтому рекомендую. Добрович сам уехал в Израиль, а его книжки здесь остались. Добрович «Общение, наука и искусство». Прям очень хорошая книжка. Она такая популярная, но очень интересная. А дальше я изучал все, пытался и нумерологию. Я вообще всякую гадость читал. Очень много. Это сейчас я практически не читаю. То ли некогда, то ли неинтересно. Есть иногда фантастику читаю и все. Это когда сильно устаю, я уезжаю в Сосновый Бор, закачиваю книжек, аудиокнижек, включаю их в телевизор и хожу по номеру и слушаю аудиокниги. чтобы из этой жизни выключиться, когда сильно устаешь. А это я не помню, правда, я честно не помню откуда. Мне понравилось и все. Я для себя понял, а так нет. желание. Так, я почему сейчас еще в Советском Союзе было запрещено, а еще сказал, что тут еще можно было вставить понятие ощущения, потому что иногда я беру и показываю, что чувства могут меняться в зависимости от ощущений. Я вообще раньше не думал, что это надо было объяснять просто людям. Есть там как у нас рождаются эти ощущения, желания, эмоции. Как-то эмоциональная сфера у нас отдельно в психологии и они не работают. вернее и по ней не работают. Конечно, они и говорят что вы сейчас чувствуете. Мы ни хрена не можем объяснить что мы чувствуем. Особенно русские. И русский ответ это что-то хочу, а кого не знаю, кого знаю, не хочу. Вот и все. У нас просто это вот никакой то, что называется в учебниках сензитивности чувств. Мы не умеем их определять, градировать и выражать. Мы просто их не умеем. И с этим трудно. И я потом когда на тренинге показываю подзываю какую-нибудь самую боязливую девочку. Я говорю вот теперь закрывая глаза давай мне руку. Она мне дает руку и описывая свои ощущения. А сам там раз бородой там пощикотел. Ну теплые мужские руки щикотно. Все. Прикольно, приятные ощущения. Да. Все. Я говорю а теперь представь мне открывая глаз что тебя сейчас за руку держит обосонный похотливый бомж с вокзала. И там она начинает ходить. Ощущения те же самые. А чувства совершенно другие. Поэтому одни и те же ощущения могут дать совершенно чужие другие чувства. Вот есть желание принять приять. Вот это приятное чувство. есть отвратить. Отвращение. Понятно? Это не то есть одни и те же ощущения могут дать совершенно разные чувства. С этим понятно? А это мы обработали. Так вот после того как мы оценили ситуацию меняются чувства. Ну и уж естественные эмоции. Мы чувства еще можем как-то скрыть поэтому не проявляя эмоции. вся игра в покер это на что? Скрыть чувства. Тебе пришла хорошая карта ты показываешь что у тебя хрень. Тебе пришла хрень а ты начинаешь брифовать. То есть в зависимости того обмануть народ и так далее. Поэтому женщины считывают сразу вот это. Я не знаю как там помните место встречи изменить нельзя. Бабу не обманешь баба сердцем видит. Помните такое? Или все забыли? Ну ладно. Так вот. И я еще сказал что тут вот чтобы понимать это деньги. Было такое. Вот поэтому все мужики хилые ленивые бесчувственные и сухие все понятно? Все что? На крайняк вот эти все а вот 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 этих вот денег у нас нет. Но чтобы все мужики не попередохли нам мужикам дан вот то чего нет у женщин это информационный канал поэтому все открытия на земле делаются мужчинами и не потому что они умнее как раз все открытия делаются в тот момент когда мужики не думают один ванну полез принять торкнула Эврика второй под дерево присел ему яблоком понял третий вообще спать лег ему целая таблица приснилась это вообще ужас чувствуете ну вот это должно быть подготовлено и вот когда в схемах это рисуешь ну вроде бы так вот понятно но непонятно все равно я тогда придумал как вот для тетеньков для девочек им надо в картинках рассказывать и я такую метафору придумал чем отличаются мужчины и женщины я ее в Барнауле знаю как объяснять во всех других городах не знаю это говорю вот если взять двух совершенно иногородних людей привезти в Барнаул лютой-лютой зимой когда у нас бывает покатилось вот и привезти куда-нибудь на речной водзал одного одеть в сулуб валенки ему дать шапку-ушанку меховые рукавицы еще и фляжку в корма вот так упакована женщина а второго одеть спортивный костюмчик вот спортивные вот эти кроссовочки пусть даже зимние вот перчатки не варежки и вот эту шапочку петерков и сказать ребята вы должны пешком дойти до силикатного кто кто из них лучше будет знать город вот приблизительно у нас такие начальные данные весело да вот вот в этих веселых данных мы и стартуем и вот на этом наша общность заканчивается потому потому что тот который одет спортивный костюмчик для него это на уровне жизни и смерти и для него первое и самое главное это будет направление а направление это ну сейчас направление корень прав и для мужиков очень важно быть правым очень и дальше направление в угоду всему остальному потому что главная задача мужчины это выжить и не просто выжить а научиться выживать поэтому мужиков рождается чуть-чуть больше потом идет отсев и те которые выжили научились выживать те и так уж и быть плодитесь и размножайтесь с этим понятно поэтому вот в угоду в ущерб всему остальному вот направление и вот если сказать там на силикатный и вперед вот те у которых собственно спешить некуда поэтому чувствуете те вот эти они по ленинскому не пойдут но не по ленинскому там по дворам и так далее поэтому мужики без женщин до силикатного добираются быстрее поэтому холостые живут меньше но интереснее они да веселее они знают все круглосуточные магазины все теплые подъезды круглосуточные кафе и так далее и тому подобное все понятно женщины без мужчин они выбирают не направление женщинам важно качество жизни ну и качество дороги тоже поэтому женщина выбирает качество беда в том что нам на силикат не сказали прийти вместе вот это вот самая большая замануха поэтому конфликты между мужчинами и женщинами были есть и будут и будут причем мы не понимаем потому что у нас приоритетность у каждого своя и мы там уже те как ну пойдем вот там я тебя через забор пересажем вот там раз и чего вот здесь вот здесь нормальная дорога для нормальных людей только дебилы лезут куда-то туда незнакомая ситуация это я не про вас здесь сидят женщины и все за мужиком вот когда замужем вот да ну в основном ну короче я не про вас я про тех вот это как-то вел по-моему для ВТБ 24 эту тему я говорю ну вы-то не такие они говорят нет это вы про Сбербанк самая большая трудность была когда Сбербанк это я не знал на какой еще банк это сводить ну ладно так вернемся к нашим баранам с этим пока понятно и вот вот это метафора что мужчины и женщины просто по-разному видят этот мир и нам действительно то что конфликты действительно есть были и будут и вот наша главная тяжелая задача убеждать что пойдем вот там и даже когда мы соглашаемся обойти где-то не потерять направление потому что если мужчина теряет направление он перестает быть проводником он становится носильщиком и вроде бы вот тут есть еще одна очень опасная интересная вещь я вот на это все смотрел и понял самую большую беду женщин я думал сначала что женщины издеваются ну прям по-честному потому что по мужской логике более бессовестного существа чем женщины просто найти нереально просто нереально и когда ты вчера же говорил малыш я вчера говорил а потому что ты вчера все просто все и я понял что потом уже когда я узнал что женщина в отличие от мужчин не видит взаимоисключающих условий нам мужикам пришлось в зависимости от того что у нас вот так не хватает энергетики денег на все поэтому у нас в психологии как-то пишется что у нас тоннельный взгляд тоннельное восприятие тоннельное зрение и так далее то есть у нас денег на все не хватает и мы только один кредит оплачиваем и вот так мы на этот мир смотрим на так мы в этом мире действуем вот тоннельно вот так в трубочку поэтому мужчина может быть чуть-чуть ширше и все а женщина шире и женщина видит во все места сразу и поэтому нам мужикам пришлось выстроить то что называется приоритет насть что-то главнее чего-то это вот так вот и каждый из мужиков выстраивает свою приоритетность вот это самое главное это меньше и вот нижняя граница ниже которой вообще нельзя женщина не понимает этой границы ну называют ее мужское достоинство там или еще спросить где мужское достоинство ничего не понятно у мужиков эта граница называется по-другому называется просто тупо впадлу и причем раньше у каждого мужчины впадлу была своя граница одному впадлу работать на дядю и он будет столько навоз грузить но на себя другому впадлу работать навоз грузить фу он сядет в офисе в белом галстучке в черном галстучке в белой рубашечке и нафиг ему все это нужно и что я буду сам головняками маяться третьему вот перед кем-то прогибаться нет он пойдет на завод слонячить по три смены у него рубахи будут так от соли ломаться второй скажет что я на заводе я что быдло что ли он пойдет там в официанты не сломай зато всегда при тепле в продуктах при деньгах и у каждого из мужчин свое впадлу и своя приоритетность с этим понятно поэтому никогда один совет другому мужчине не подойдет никогда поэтому я не могу я опять же думал а как вот не давать советы или как объяснить что он не подойдет когда я сказал что человек это машина за рулем которая сидит на шея помните говорю так вот каждому из мужчин досталась своя машина одному досталась легковушка другому бульдозер третьему велосипед четвертому вообще вертолет но это не значит что кто-то лучше кто-то хуже просто у каждого своя манера проложения маршрута и своя манера движения поэтому у каждого мальчика в детстве вырабатывается своя и только своя индивидуальная стратегия по выживанию и когда меня начали спрашивать а что такое индивидуальное я опять же начал объяснять вот представьте это метод преодоления трудностей один забор с разбега перепрыгивает второй понимает что ну не хватит у него роста чтобы это все перепрыгивать он поставил ящичек подтянулся выход силой перелез третий понимает что он даже если ящичек подставит но не подтянется ну как-то и он в подкоп ушел четвертый там понимает что ни ящик его не выдержит и туннель тут ловол под забором рыть тоже смысла нет он с разбега разбегается просто три доски вынес а какой-нибудь музыкант ботаник там такой он понимает что у него пальцы не для копания не для подтягивания если он в забор с разбега там вообще кранты но он знает что если вот эту железяку подобрать вот эти два ржавых гвоздика отогнуть досточки сами упадут шестой там вообще такой хитро сделанный говорит Серега а тебе слабо с разбега три доски выносишь или четыре или пацаны а слабо меня через забор перекинуть то есть каждый научится преодолевать эти препятствия по-своему и когда нам женщина говорит любой другой нормальный мужик уже бы давно вот вот любой другой нормальный мужик это три разных мужика любой другой и нормальный нормальных я вообще не видел просто не видел я понимаю что мужики как только увидят нормального мужика они его убьют потому что из-за этого нормального мужика мы все ненормальные итак поэтому я рассказываю нормы это вообще-то 87 плюс минус 3 процента математическое так вот я сразу все мужикам скажу нормальных мужиков не припадет все это радостно а уж настоящих тем более их можно даже не убивать их просто не существует до сюда пока понятно и вот для того чтобы пока мы вот это вот все нарабатываем чтобы еще было понятно вот у тех которые в спортивном костюмчике у них еще есть сейчас скажу не многие знают что это такое пейджер слышали про такое нет это как раз перед сотовыми телефонами такой приборчик на который тебе смс приходит а ты с него никак это было вообще шикарная вещь я начинал еще работать с пейджерами тебе приходит что ты отзвонить а ты можешь жене сказать а не было телефона рядом и никто не определит где ты это вообще было шикарно а потом вот но вот у нас пейджер нам иногда сбрасывают и причем каждому мужику сбрасывают свое одному бери левей там забор ниже другому бери правее там грунт мягче третьему ломай здесь здесь доски гнилые и поэтому у всех мужиков есть свое такое вот я знаю откуда знаю не знаю но я точно знаю ну там внутри покопайтесь у себя тебя спрашивать на кризисы знаю и все объяснить в мне не так вот так с этим пока понятно и вот с этим вместе мы немножечко по-разному живем еще тут у нас у мужиков вот сейчас еще и надо успеть быстренько до перерыва все про мужчин и женщин после перерыва уже об семье да чувствуете уже хотя бы интересно так вот почему все написано все по относительно мужчин да потому что из мальчиков мужчин еще надо вырастить и воспитать чтобы они что-то в питали и как мне мой отец сказал голове мужчины фарш в котлету превращается только в 25 лет когда я попросил по мне сделал нож он бы после 25 сделаю вот и поэтому мужской мир меряется семилетками поэтому раньше было совершеннолетие 21 год три семилетки первая семилетка это микросоциум семьи когда мы методом холодно горячо помните такую игру начали изучать что хорошо что плохо теперь вернемся и нам объяснили что очень опасно быть плохими если я плохой меня отвергнут а если меня отвергнут мне не выжить с этим понятно поэтому первая причина плохой и как со мной начали ой ну что все боимся быть плохими да неправда вот опять те же самые молодые вожатые я сказал ну хорошо но не читайте первую букву вы даже из русского языка никуда не выпрыгнули ну как-то вот ну страшно и всю оставшуюся жизнь мы доказываем что мы неплохие и хотелось бы доказать что мы хорошие и мы каждый ребенок смотрит на мир материнскими глазами чет про себя хорошего отцы не думали но у отцов нет этой энергетики а ребенок энергетики энергетику матери считывает и мы начинаем все чему мама радуется это хорошо все на что мама злится это плохо это не значит что мы не будем делать плохо нам необходимо потому что первая главная задача помните самом начале я сказал научиться уворачиваться от опасности в сторону полезности то есть опасность мы должны изучать поэтому когда мне мама говорит в лужу нельзя я понял что это опасно я туда не собирался могла мне сказали нельзя все стало сразу очень хреново ну как сделать чтобы человек был виноватым это же очень просто так вот вы сейчас сидите вам все вроде бы удобно все нормально пока я взял всем не сказал вам сейчас нельзя поворачиваться вот туда вот на эту трибуну и смотреть вот там беру т.в. вот туда нельзя вот на эту надпись смотреть заметили какое желание появилось да не новые контролируете себя вот пожалуйста вот точно так же когда ребенку говорят в лужу нельзя я не понял до куда нельзя ребенок чего начинает изучает он берет чую раз сразу туда у мамы прозву позву сахарницы я чувствую до правильного пути я еще пол шага у мамы ноздри шире плеч я чувствую где-то вот уже точно рядом я там еще раз мне угадал вот эту энергетику мамино лицо углу где-то понял я так запоминаю мамино лицо и ситуацию маме на лицо и ситуацию с этим понятно поэтому как то вот это вот это мамино лицо мы сейчас все выросли я не буду вам сейчас объяснять берна там и так далее но теперь у нас у всех внутри живет внутренний родитель и мы точно знаем когда мы что-то сделаем как бы на это посмотрела наша мама мы можем с ней соглашаться не соглашаться но там внутри некоторые называют это совестью фрейд назвал это супер эго ну кто как и вот с этой мамой приходится жить эрик берн обозначил что у нас живет не один человек а 3 то есть в каждом из нас живет маленький ребенок дитя это все наши хочу потом вот это вот внутренний родитель это все наши нельзя и потом вот сознание появилась вот этот вот взрослый ум но когда я когда-то почитал успенского по моему четвертый путь успенского и у него там сказано что человек воспринимает кучу там всяких разных информаций и по-разному и у него разные информационные центры и так далее я для себя выделил три основных центра или три скорости работы мозга первая скорость это эмоционально оценочный центр это не географический центр не точка в мозгу это свой программ в бортовом компьютере которые сначала выделяют фигуру и фон потом проверяют насколько это опасно насколько это полезно что с этим делаем потом выделяют какие-то гормоны для того чтобы мы начали действовать и потом только пошла команда на то чтобы начать действовать так вот это все должно сделаться так быстро и дается там что это упреждение с упреждением в 30 или 300 тысяч раз быстрее чем двигательный центр двигательный центр это тоже информационные программы в мозге то есть какую мышцу насколько надо напрячь так насколько какую расслабить в какой последовательность что получилось те или иные действия то есть двигательный центр работает тоже обязана работать в 300 тысяч раз быстрее чем мой интеллектуальный центр то есть для того чтобы мне сейчас с вами разговаривать у меня должно сначала оценить насколько мне здесь опасно насколько здесь полезно потом выделились определенные гормоны потом для того чтобы мне вот так вот сидеть вот тут вот так вот в пол оборота блин и держать равновесие плюс я еще дышу так и на выдохе голосовые связки напрягаются именно в этом тембре голоса и язык складывается так чтобы вам было понятно человеку я же не задумывался снова сложить чтобы появился звук не не так много просто говорю и там еще там ну там много чего делается так вот пока в сознании проходит одна секунда в подсознании проходит приблизительно 30 лет с этим представляете так вот если учесть что вот эта система оценок это эмоциональная сфера так вот эти двое живут в эмоционально оценочном центре и у них тут плюс до полос до полоса там этого нельзя но очень хочется это нельзя хотеть это там вот а вот этот это сознание которое опаздывает на 30 лет он так и не понял что так хреново а у них там с этим пока понятно это когда мне одна девочка сказала пришла на консультацию будет лишь у меня шизофрения его счета взяла ну во мне живут два человека ну во первых не два минимум три она ведь ты знаешь какое слово меня больше всего напрягло это какое минимум а сколько у нас вообще живет людей я в 15-20 внутри основняк ну хотя берн говорит что там шестерые два родителя и три ребенка ну родитель есть заботящийся и критикующий а 3 взрослый тут я посчитал да когда-то моя фотография украшала стенд школа лучшей математики школы было такое я у меня младший сын когда принес мне сказал учитель по математике дала вот эту фотографию сказала что она висела и говорит было такое так вот детенышев тоже не один один есть адаптивный ребенок который сказали брунду птичка ищем перья никаких зверьков все так второй бунтующий ребенок как вы думаете а не так как вы вот и третий ребенок это креативный и давай пошли ну вот вот что-то такое поделать вот так что представьте какой эскадрон у нас там внутри живет то есть вот с этим всем как-то надо управлять причем вот это и в мальчиках и в девочках одинаково поэтому когда мы начинаем общаться представьте сколько какая толпа общается и больше всего знаете что больше всего не нравится в другом человеке чтобы все сразу записали то это то что мне не разрешает моя мама вот то есть мне моя мама не разрешает быть нелогичным поэтому что нас женщина бесит ну так вести себя нельзя если бы я себя так вот если бы мы мужики так спорили как спорят женщины у нас бы просто количество зубов резко сократилось прям сразу вот прям вот есть я как там вывел специальные три пункта после которых мужчина с женщиной я почему говорю мужики не воюйте с женщинами все равно проиграем они с детства учатся воевать вот поэтому у нас мужиков обязательно правила и мы как-то вот если я сказал что вот у меня часы фуфло мне друг скажет почему классные часы они промокают там и так далее ну они дешевые там всякое разное не ну они живут и мы будем спорить о часах часа два мы можем спорить там все но мы не поссоримся с женой к сожалению так поспорить не получится если я скажу вот мне часы какие то вот она скажет да ты зажрался дальше мы собственно спорим уже не об часах об мне а там очень много вариантов более того у мужчин нельзя обвинять в мотивации а женщина сразу переходит на обвинение в мотивации ой я знаю что ты хочешь дальше ты никогда не докажешь просто не докажешь ты можешь выпрыгнуть из трусов совершить подвиг сутулова третьей степени она скажет специально прикидываешься все вот и еще третий такой момент называется вольная интерпретация вот ты вот так смотришь потому что вот все какая связь непонятно ну неважно то есть это очень весело поэтому мужики не воюйте у мужика чтобы быть правами никаких шансов либо первым заплакать либо умереть все я другого не нашел ну я не знаю как то там уже где то даже по моему в интернете это уже прописано как быть правым но никак не получится и я не мог понять потому что вот еще есть такое я сказал что женщины могут пользоваться мужской логикой а женской нет поэтому поэтому у мужской и женской логики я бы сейчас прям так отдельно прорисовал перед перерывом то что я уже курить хочу прям как это медведь бороться но логику это то на чем надо закончить это все таки тот ролик который собрал пять миллионов если я его здесь не озвучу грош мне цена правильно так вот у мужчин дедуктивная логика нам главное быстро дойти до сути что конкретно не расплываясь нам некогда поэтому у мужчин отсечь лишняя дедукция и прийти к самому важному самому к сути женская логика к сожалению действует не так потому что мало ли что тут сказали и потому что главная защита женщин это что надо разогнать свой ядерный реактор на полную катушку а потом уже действует потому что с ее энергетикой она и коня наскоку остановит и хобот ему оторвет да там то есть вот эти все вещи и поэтому женщина немножечко не так она выслушала информацию у нее есть понятие семантическая цепочка или семантическое поле семантика это смысл и она находит ассоциативные вещи в этом смысле вот это с этого сообщества воспринимает это как намек выбирает самое худшее из этого смотрит с чем оно еще контактирует из этого выбирает опять самое худшее так это вон на что намекается тут еще выбирается ну а тут можно вывод ты меня не любишь с этим понятно и мне вот женская логика больше напоминает знаете эти игровые аппараты когда так вот тергаешь и тут вот эти все но мне напоминает поэтому мне понравилось есть еще понятие линейная логика это прям примитивная а у мужчин я говорю диодная логика мне женщины иногда говорят идиотная ну диод если вы помните по физике он вот так рисовался и он пропускает ток только в одну сторону в обратную нет вот у мужиков вот так полупроводники полупроводник Иван Сусанин да так вот у меня как-то сестра изучала мат она училась на физмате и сидит и такая прям я говорю что такое она говорит изучаем мат логику я говорю а что такое мат логика и чем она отличается вообще она все кролики едят морковку но не все кто ест морковку кролики я говорю а что тут такого-то это для вас мужиков что такого а для женщин ну ешь морковку кролик и уже не можно ты в ту сторону и в другую или еще хуже то есть мужики то отсеивают поэтому вот раз еще отсеяли еще отсеяли и вот сюда пришло уже в точку и я говорю есть такой анекдот который объясняет три вида логики ну там детская логика это линейная Танечка зачем ты залезла на дерево и у тебя трусики видно Танечка схлазит с дерева и снимает трусики и снова лезет на дерево все трусиков не видно это линейная логика мужская логика два мужика поздно вечером идут навстречу друг друга по пустой улице один другого увидел издалека ну откуда так вот поздно идет мужик но явно уже не с работы ну и не из дома скорее всего от любовницы мужик видный значит любовница должна подстать ну в городе всего две достойных женщины одна моя жена другая моя любовница но если я иду от любовницы он идет от моей жены любовника моей жены зовут Федор Федор дай закурить как-то узнал мое имя Сергей высчитали женская логика рыбка передай на билет рыбка рыбка это щука акула это в смысле кусать кусать это в смысле зубы зубы это значит собака собака это значит сук товарищ он мне блягию позвал с этим понятно? причем это хоть в плюсовую сторону хоть в минусовую вот там в ролике нет в плюсовую потому что половина женщин в нас влюбились запустив вот это же но с плюсом ты открыл дверь проходи дорогая так он меня любит потому что он мой попался с этим понятно? а мы-то дебилы думаем вот там крутануло а тут высыпалось но теперь-то я знаю как этим аппаратом управлять и потом всю оставшуюся жизнь дерни то по-моему глухое попадало да? я конечно я не знаю но кому-то везет кому не очень я хотя бы понятно объяснил логики они у нас просто разные и я я тогда правда удивился и когда я рассказываю есть такие моменты когда говорят если вы хотите что-то объяснить мужчине то объясняйте так как вы хотите объяснить пятилетнему дауну запомните это не потому что мы такие дебилы то есть не надо намекать мы не воспринимаем ваши намеки и когда мы у вас что-то спрашиваем мы тоже не намекаем если мужик просто взял и спросил где моя кружка он не намекает что ты хреновая хозяйка могла бы заварить чай и угостить его а ты вот тварь такая нет он тупо хочет узнать географически где если вы ему скажете вон грязная стоит в раковине он обрадуется он не понял что намек почему ты тварь сам посуду не моешь он просто в лучшем случае еще сполоснет это в лучшем а если кофе засох он еще так и нормально с этим понятно поэтому мужики общаются информационно не намеками все ясно вот эти наши две логики вам понятны я сейчас могу сделать перерыв и покурить но я здесь недалеко я тут буду три зеленых свистка конкретно ну давайте десять минут десять-пятнадцать пятнадцать давайте